Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю запись аудио-видео-роликов, посвященными из моей библиотеки, статей, книг, главкниг и прочих интересных материалов. В настоящем видеоклипе или аудио-видеоклипе речь идет о статье В.А. Гилеровского памяти А.Н. Бернштейна, напечатанном в журнале психологии, неврологии и психиатрии, том 1, ГИС, Москва, 1922 год. 26 мая сего года, 52 лет, скончался профессор Александр Николаевич Бернштейн, интер-арма Тассент-Муссе. Среди событий войны и революции за последние десятилетия произошел несомненный сдвиг в нашем миросозерцании в смысле гипертрофии внимания к некоторым только сторонам жизни. Остальное, в том числе интересы к науке и события в этой области, как-то утратили свой удельный вес. Благодаря этому остался малозамеченным уход из жизни многих представителей науки. В частности, русская психиатрия понесла очень тяжелые потери. К их числу нужно снести и смерть А.Н. Бернштейна. В его лице сошел со сцены последний из ближайших учеников и сотрудников покойного профессора Сергея Сергеевича Корсакова и один из наиболее талантливых его последователей. Чем дальше уходишь от эпохи Сергея Сергеевича Корсакова, тем больше убеждаясь в его значении видишь, что он создал действительно особую школу московской психиатрии, но не в смысле доктринерского направления или кружковщины, нетерпимой ко всем инакомыслящим. Сущность мировоззрения Корсакова и всей его школы в ярком свете, гуманизма и доброты, в любовном отношении к больному, в стремлении возвратить ему утраченный духовный облик, устранить все принижающее человеческое достоинство и сделать немыслимым применение каких бы то ни было мер стеснения. Конечно, все это присуще до известной степени вообще современному психиатрическому мышлению, но только у Сергея Сергеевича Корсакова оно нашло себя наиболее яркое выражение. В свете этого учения как-то сглаживались противоречивые взгляды, и все работающие с Корсаковым под обаянием его личности невольно стремились дать максимум того, что могли на пользу больному и науке. Покойный профессор А.Н. Бернштейн живо воспринял заветы своего учителя и следовал им во всей своей деятельности. Спешите делать добро, учил Сергей Сергеевич Корсаков, и не только словами, сколько личным примером. И в этом отношении Александр Николаевич Бернштейн не был нерадивым учеником. Душа человеческая – нечто очень сложное, филигранное, иногда как будто сотканное из противоречий. Мне есть своя поверхность и свои глубины. И у Александра Николаевича за внешней суровостью и иногда как будто сухостью было очень много доброты к людям и стремления прийти им на помощь. Чем можно? Чем можно. Больше, чем можно. Недаром его очень любили душевно больные, очень чутко отличающие истинно человеческое к ним отношение и не очень ищущие только на внешнее оказательство, не существующие в действительности доброты. Больные для Александра Николаевича не были только объектом изучения, и стремление сделать для них, возможно, большее было одним из главных стимулов его жизни. Другим, может быть, еще большим таким стимулом был интерес к научным исследованиям. Это ясно выступает, если сделать даже самый беглый очерк его жизни. Еще будучи студентом, он начал работать в лаборатории клиники нервных болезней, изучая под руководством Я.О. Даркшевича. Кстати, Даркшевич – это тоже известный русский невропатолог, большую часть своей жизни проработавший в Казанском императорском университете, будучи заведующим кафедрой неврологии. Так вот, под руководством профессора Я.О. Даркшевича Бернштейн изучал микроскопическую анатомию центральной нервной системы. На последнем курсе он еще много внимания уделял психиатрической клинике. Причем, на 10-м семестре Сергей Сергеевич Корсаков поручил ему уже врачебную работу на правах экстерра. По окончании медицинского факультета летом 1893 года Александр Николаевич провел за границей, где по совету Сергея Сергеевича Корсакова осмотрел ряд психиатрических учреждений различных типов в Австрии, Германии, Франции и Швейцарии. В конце этого же года был оставлен Сергеем Сергеевичем Корсаковым при клинике сначала в качестве сверхштатного ординатора, а потом получил и штатную ординатуру. По окончании ее был назначен сверхштатным ассистентом клиники и оставался в этой должности до осени 1902 года. Этим приблизительно закончился первый период его деятельности, протекавшей преимущественно в клинике Московского университета. В это время Александр Николаевич особо много занимался изучением философии и психологии. Он был ближайшим помощником Ордальон Ордальоновича Токарского. Это был психолог, психотерапевт, гипнолог, правда, рано умершим в возрасте 42 лет, в 1900 году или в 1901. Во вновь организованной при клинике психологической лаборатории состоял в НИЛ сначала ассистентом, а с 1901 года после смерти Ордальон Ордальоновича Токарского заведовал лабораторией и занятиями по экспериментальной психологии. Летом 1902 года Александр Николаевич Бернштейн был командирован за границу для подготовки к тщению курса физиологической психологии. В это время он осмотрел ряд психологических лабораторий со стороны их технического устройства и оборудования, лабораторий Вунта и Эббингауза, особенно же интересовался постановка дела в лабораториях при психиатических клиниках. Крепелина в Гайдельберге, Зоммера в Гиссене, Бонгофера в Бреславле, попутно слушал клинические лекции Крепелина и Зоммера, а также лекции по психиатрии Верника в Бреславле. Курс физиологической психологии с практическими занятиями он читал до 1905 года. В 1899 году по рекомендации Сергея Сергеевича Корсакова Александр Николаевич был приглашен для организации психиатрического дела во вновь выстроенном центральном приемном покое для душевнобольных, в состоявшем в ведении московского оберполисмейстера, впоследствии московского гранначальника, и сооруженном под влиянием идеи, высказывшихся с одной стороны профессором А. Кожевниковым на первом съезде отечественных психиатров, а с другой покойным прозектором по кафедре судебной медицины М. А. Белиным «Записка о положении душевнобольных в полицейских приемных покоях» в 1895 году. Чтобы оценить важность этой реформы для московской психиатрии, нужно вспомнить, что только за последнее время прием душевнобольных психиатрические больницы не обставляются такими затруднениями, как прежде. Раньше же больницы были хронически переполнены, и это заставляло постоянно отказываться в приеме новым больным. Кроме того, московские больницы принимали душевнобольных только из числа московских жителей и отказывали всем недавно приезжим. Благодаря этому на руках полиции оказывалось всегда большое количество душевнобольных из числа немосковских жителей или вообще обнаруживших сразу же свое болезненное состояние на улицах и других общественных местах, в гостиницах и тому подобное. Эти больные содержались при полицейских участках в приемных покоях, в обстановке не только неречебного характера, но такой, которая являлась как бы отголоском далекой старины и житой психиатрическими учреждениями, но здесь сохранившейся в полной своей неприкосновенности и неприглядности. Связывание самой грубой формы, широкое применение горячечных рубашек и грубые побои с нанесением тяжелых, иногда смертельных повреждений были самым обычным делом. Создание для этих больных, число которых доходило до сотни, особого психиатрического учреждения, хотя бы и остававшегося в ведении градоначальства, нельзя назвать иначе, как очень гуманным и крайне необходимым делом. Александр Николаевич не сразу же решился взять на себе эти трудные и сложные во всех отношениях обязанности. Его побудило к этому воздействие профессора Сергея Сергеевича Корсакова, обещание им помощи в организации и сознание важности задачи. В результате многолетних усилий Александр Николаевич, при его энергии и больших организаторах способностей, удалось под вывеской центрального полицейского приемного покоя создать клиническое учреждение, стоявшее вполне на высоте современных требований и бывшей школой для целых поколений молодых врачей. Быстро возникли в новом учреждении анатомическое, психологическое и другие лаборатории, в которых велась интенсивная научная работа и из которых вышло немало печатных трудов самого Александра Николаевича и его сотрудников. Обладая широким философским и психологическим образованием, Александр Николаевич в деле изучения сущности душевного расстройства стремился уйти от чистого империзма и симптоматического описания, старался подвести под чисто психиатрические построения широкий базис биологических и психологических данных. Во взглядах на сущность душевного расстройства и классификации психозов Александр Николаевич был горячим сторонником учения Крепелина и как на своих лекциях, так и во всей своей научной работе в центральном покое положил очень много энергии для распространения новых в начале взглядов, встречавших на первых порах возражения и нападки, но оказавшихся впоследствии глубоко справедливыми. В том, что эти взгляды являются в России почти общепринятыми, можно видеть и немалую заслугу Александра Николаевича Бернштейна. В том же центральном покое Александр Николаевич организовал вместе со своими сотрудниками и учениками особые повторительные курсы для врачей-психиатров, на которые съезжались врачи из самых различных уголков России. Созданный им центральный покой является лучшим памятником покойному Александру Николаевичу, воздвигнутым им при жизни хотя бы на этом памятнике и не значилось бы его имени. В этом учреждении Александр Николаевич более всего поработал для науки. Здесь написаны и наиболее крупные его работы, как его диссертация о мышечном валике, курс клинических лекций по психиатрии, методика диагностики душевных заболеваний и большинство более мелких по объему, но весьма существенных по содержанию, всего более 50 работ. Разработанная им методика экспериментально-психиатрического исследования вошла в обиход многих психиатрических учреждений. Его работы по методике исследования памяти приобрели ему прочную известность и в западноевропейской литературе. Тоже нужно сказать о его работах по эпилепсии и описанным им впервые симптом олигофазии, который вошел во многие учебники и специальные работы. С 1920 года Александр Николаевич вместе с покойным профессором Федором Евграфовичем Рыбаковым организовал психонервологический музей, который в том же году был преобразован в Государственный Московский психонервологический институт. По смерти профессора Рыбакова Александр Николаевич Бернштейн был избран директором института. Вместе с одно привлеченными сотрудниками был разработан широкий план развития научной деятельности института, и этот план почти осуществлен. Только болезнь и смерть Александра Николаевича Бернштейна задержала, может быть, выявление институтом его научной физиономии. К этому времени относится организационная деятельность Александра Николаевича в качестве заместителя заведующего главным управлением научных учреждений Академического центра Наркомпроса и в Комиссии по реформе медобразования при главпроф.Обре. Из этого последнего периода деятельность Александра Николаевича едва ли не самой крупной заслугой перед наукой является организация нового журнала, который должен был издаваться при Академическом центре. Александр Николаевич всегда любил литературную работу и считал крайне необходимым создание специально русской психиатрической журнальной литературы. Он принимал самое деятельное участие в редактировании журнала невропатологии и психиатрии имени Сергея Сергеевича Корсакова, был главным инициатором и основателем другого журнала «Современная психиатрия», и за последнее время он очень много энергии любви вложил в организацию нового журнала психологии, неврологии и психиатрии, привлек для издания этого журнала московские научные силы и настолько подвинул это дело, что только болезнь и неожиданная смерть его задержала выпуск вполне готового первого номера. Этот журнал с наиболее крупными деятелями в перечисленных областях в редакционном комитете по мысли Александра Николаевича должен был быть таким органом, который объединял бы всех работников в этих специальных областях и в их научной работе, и в их научно-практической деятельности. Ввиду крайней бедности русской специальной литературы такой журнал был бы необходим и в прежнее время. Теперь же, ввиду крайней трудности издания новых книг и журнала, ввиду того, что заграничная литература получается в России в крайне ограниченном количестве, существование такого журнала является делом первостепенной важности. Было бы большим несчастьем для русской науки, если бы со смертью Александра Николаевича погибло и это создание его рук. Первый номер этого журнала, начинающийся печальным известием о кончении Александра Николаевича, его инициатора и главного редактора, более всего свидетельствует о неиссякаемой энергии покойной и ничем неистребимой его любви к науке. Помимо того, что этот номер содержит две статьи, принадлежащих его перу, весь он от начала до конца проредактирован и прокорректирован самим Александром Николаевичем. Эту работу Александр Николаевич вел за все время болезни и не оставил ее даже в день смерти. Нужно питать совершенно исключительную любовь к науке и глубокую уверенность в ее значении, веру, что это и есть тот свет, который необходим людям и который во все времена и во зле, и во тьме светится, чтобы не оставлять работу при таких условиях. Тот же номер содержит написанный Александром Николаевичем некролог, профессору Сербскому, другому, ближайшему сотруднику покойного, профессор Сергея Сергеевича Корсакова. Мертвым, конечно, не нужны воспоминания о них живущих, но живым, продолжающим дело, почивших вас, важно помнить о создателях Московской школы психиатрии, чтобы лучше следовать их пути и иметь право сказать, что они принадлежат к этой школе не только по имени. В. Геляровский. Одновременно, значит, с этой вот поминальным словом, посвященным Александру Николаевичу Бернштейну, здесь имеется и немножко хроники, которую я сейчас тоже вам зачитаю. Хроника. Благодаря войне и революции Россия не только была отрезана от научных центров Европы, но не было достаточной связи между отдельными областями нашей обширной страны. Почему мы не были осведомлены о том, что что и где происходит, или имели отрывочные, частно односторонние и неверно освещенные сведения. Между тем, судя по всему, и психиатрическое дело потерпело не менее катастрофическую разруху, чем другие области народной жизни и хозяйства. На вершине волны взбаламученного психиатрического моря всплыли после февральской революции новые лица со стажем особого рода, да то ли никому неведомые. Не обладая ни практическим опытом, ни принципиально психиатрическими устоями, ни умением прислушаться к обдуманным и осторожным директивам психиатрической конференции весны 1917 года, они не сумели устоять ни против тяжелых экономических условий, ни против недомысленного приравнения психиатрического дела к фабрично-производственному обиходу, ни против мелкобуржуазной революционности психиатрического персонала. Не обошлось и без заведово демагогических выходов отдельных врачей, постаравшихся при случае свести старые счеты и занять руководящие позиции. К сожалению, вся тяжесть хаотической неурядицы легла даже не на психиатрические учреждения, а на их население. Насколько тяжело было положение больных видно из того, что многие больницы почти прекратили свое существование вследствие вымирания больных. Все это известно лишь в самых общих чертах, а между тем психиатрическая катастрофа, пережитая, но еще далеко не изжитая, требует подробного обследования и описания. Без этого невозможно рациональное восстановление психиатрического дела на началах, диктуемых новыми устоями жизни. Прежде всего должен быть твердо установлен лозунг, что душевно больные не являются бесплодным и вредным балластом для социалистического государства и не могут быть приравниваемы к инвалидам. Они требуют не социального обеспечения, а государственного лечения, для того, чтобы в построении новой народной психиатрии идти рациональным, экономным и целесообразным путем, избегая как экспериментальных, необоснованных увлечений, так и повторения доказанных ошибок, необходимо восстановить Кум Ира Эд Студия историю психиатрической разруки времен гражданской войны. Поэтому редакция журнала, а редактором этого первого номера, хронику которого я вам сейчас читаю, был как раз покойный Александр Николаевич Бернштейн. Так вот, редакция журнала обращается к сотрудникам всех психиатрических учреждений с предложением присылать беспристрастные и правдивые заметки и отчеты, бытовые и цифровые, касающиеся истекших лет. Товарищ Ленин напомнил, что, по словам Маркса, во время революции делается не меньше глупости, а иногда и больше, и нужно смотреть на эти глупости трезво и безболезненны. Известие в ЦИК номер 54. Обнаружим же минувшие глупости, в кавычках, психиатрического дела и вспомним, что если опыт научил необходимости ставить во главе производственных учреждений ответственных, сведущих и опытных лиц, то с тем большим основанием это должно быть отнесено к такой исключительно деликатной и социально-интимной области, как психиатрическое дело, в котором с особым трудом приобретается и особого такта требует организационный и руководящий опыт. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы безотлагательно и безболезненно внести, ввести в нормальное русло нарушенное течение психиатрической жизни на благо несчастных больных, о которых настало время конкретно вспомнить. Прежде всего нам хотелось бы видеть авторитетно и убедительно, опровергнутым, невероятный, это следующая заметочка, но упорный слух о существовании не некой таинственной подпольной организации, имеющей своего рода партийный характер. Этой организации приписывается не только руководство психиатрическим делом с принципиальной стороны, но и управление повседневными мелочами вроде назначений, упразднений, дождя и ведра. Следующий отрывок. В Москве жертвуя психиатрического сбалмученного моря пал бывший центральный приемный покой для душевнобольных, многие годы возглавляемый профессором Александром Николаевичем Бернштейном. Значит, центральный приемный покой он был вначале при полицейском ведомстве, а потом в ведомстве градоначальника, ну, скажем так, мэра, если выражаясь сегодняшним языком, мэра города Москвы. В первые месяцы революции, преобразованной московской городской управой в районную психиатрическую больницу, а весной 1921 года, под влиянием внезапного «психиатрического» в кавычках порыва, безответственных вершителей, судей московского врачебного дела, мое замечание, читай, большевиков, превращенный в психиатрическое отделение, больницы для заключенных». То есть, по сути дела, этот центральный приемный покой с его, значит, такой гуманной психиатрической направленностью, возглавляемый таким либеральным, культурным, интеллигентным, значит, психиатром, врачом-психиатром, каким был Александр Николаевич Бернштейн, превратился в обычную тюремную больницу. С этой последней реформой в больницу, забоевавшуюся прочную репутацию клинического научного центра и хранителя корсаковских традиций, мощной струей влился в тюремный режим, в конец исказивший былую физиономию этого учреждения. Ответственные руководители больницы-клиники профессор Александр Николаевич Бернштейн и доктора С. Я. Любимов, П. И. Карпов, В. И. Рай Миллер, сочи себя вынуждены прекратить работу в преобразованной больнице. Заведующим врачом нового учреждения назначен В. Н. Долгня. Следующая заметочка. Интересно, это все-таки 22-й год. По становлениям государства ученого совета при медицинском факультетах 1-го и 2-го московских университетов учреждены новые кафедры. 1. Общие психопатологии с медицинской психологией. И 2. Физиотерапии. В 1-м московском университете на 1-ю кафедру ГУССАМ избран профессор Айен Бернштейн, на 2-ю профессор Вермель, ну это знаменитый физиотерапевт советский, он написал очень много работ, сделал большие, так сказать, реформы в деле физиотерапевтического лечения в Советском Союзе. Во 2-м московском университете на обе кафедры объявлен конкурс. При 1-м государственном московском университете наряду с прочими научно-исследовательскими институтами учрежден психологический институт при факультете общественных наук. Действительными членами Совета утверждены ГУСом, ГУС государственной, черт его знает, аббревиатура. Профессор Айен Бернштейн, Юрий Б. Ю. Б. Канабих, К. Н. Корнилов, Канабих это психиатр, написал очень такую объемную книгу по истории мировой психиатрии. К. Н. Корнилов, это был известный советский психолог. Н. Н. Коц Ладыгина, не знаю кто это, К. П. Лазарев, Б. Н. Северный, П. П. Соколов, Ф. К. Хорошко, это тоже известный московский невролог, Н. Г. И. Ч. Л. Панов, скажем так, также знаменитый, известный, написавший, значит, такой обширный учебник по психологии, вот, Ч. Л. Панов, и В. М. Экземплярский, по-моему, это тоже психиатр московский. Так, следующее. В воскресенье 19 февраля, 18 февраля 19 февраля 1922 года, посмотрите, как интересно, вознаблило свою деятельность Московское общество экспериментальной психологии. Общество конструировалось еще в мае 1910 года и состояло из 104 членов и провело в открытых заседаниях 12 научных докладов. Оно приняло участие в организации Петербургских съездов по экспериментальной педагогике. Деятельность общества прекратилась вместе с нарушением нормального хода всей научной и общественной жизни в страны в связи с войной. Последнее заседание состоялось в конце 1915 года, на заседании 19 февраля 1922 года, был заслушан доклад профессора Нечаева А.П. об исследовании воображения. А.П. Нечаев тоже известный психолог, российский, потом советский. На состоявшихся 19 февраля во время закрытой части заседания перевыборах Бюро общества были избраны председателем А.П. Нечаев, психолог, товарищем председателя профессор Григорий Иванович Рассалима. Это невролог, который имел, конечно, тесную связь с психологией. Он разработал так называемый известный, знаменитый психологический профиль для душевно-дефективных детей, который потом успешно использовался и для проведения исследователей в трудовом направлении, в профессиональном направлении и так далее. К сожалению, со смертью профессора Рассалима этот профиль или к этому профилю, его профилю, естественно, был потерян интерес и, по сути дела, на сегодняшний день мало кто о нем и слыхал, мало кто о нем и знает, и он, значит, представляет из себя исключительно исторический интерес. Ну что, на этом я заканчиваю чтение этой маленькой небольшой заметки. Вот. И благодарю всех вас, слушателей, за внимание и до следующей встречи в следующем аудио-видео чтении. До свидания.